Готовная система стартового комплекса выведена. 26 апреля с космодрома «Восточный» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и «Разгонного блока фрегат» выведены 36 космических аппаратов компании «Ванвэб». Последовательное отделение девяти групп спутников от российского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полета. Весь процесс выведения спутников фрегатом осуществлялся автономно, без вмешательства Земли. Все спутники уже на своих орбитах и взяты под управление заказчиком. Данный пуск стал шестым в рамках пусковой кампании «Ванвэб» и восьмой с космодрома «Восточный». Спутники «Ванвэб» предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. После состоявшегося запуска группировка «Ванвэб» насчитывает 182 спутника на низкой околоземной орбите. 23 апреля 2021 года на базе Ракетно-космического центра «Прогресс» состоялось заседание Координационного совета по реализации совместно российско-казахстанского проекта «Байтерек» с участием генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдата Мусина. Стороны обсудили текущее состояние работ по проекту, а также предложения по его дальнейшей реализации. Весь эскизный проект и детали стартового комплекса будут утверждены к 1 июля этого года. Для казахстанской стороны немаловажно, чтобы это был экономически выгодный проект, потому что это наш первый стартовый комплекс, который действительно мы вкладываемся от А до Я в инфраструктуру. И это очень важно для Байконура самого. Байтерек — это основа, наверное, будущего Байконура, потому что совершенно будет новое оборудование применено, и новая ракета будет оттуда взлетать. Байтерек — ракетно-космический комплекс на космодроме Байконур, совместный проект России и Казахстана. Главная его особенность — использование в качестве основной ракеты-носителя новой «Союз-5», которую и разрабатывают в РКЦ «Прогресс». Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов продемонстрировал делегации, как идёт создание перспективной ракеты. В настоящее время практически завершено изготовление опытного образца для проведения динамических испытаний. Изготовлен бак для статических испытаний. Созданы хвостовой, верхний и межбаковые отсеки блока первой ступени, а также головной обтекатель будущего носителя. Ракета «Союз-5» — я вижу её в большое будущее. Во-первых, она использует уникальный двигатель, который мы практически сейчас провели, его все восемь прожигов огневых испытаний. О подмосковных «Химках» — это «РД-171МВ» — самый мощный жидкостной двигатель в мире. Ракета по своим характеристикам очень будет конкурентна. «Союз-5» «Иртыш» — двухступенчатая ракета полутяжёлого класса, способная выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза. Система управления с быстродействующей бортовой вычислительной машиной позволит минимизировать связи между ракетой и оборудованием технического и стартового комплексов, что упростит процесс подготовки и удешевит наземное оборудование. «Союз-5» будет эксплуатироваться не только на Байконуре, но и на Восточном, а также в качестве основной ракеты-носителя для плавучего космодрома «Морской старт». В будущем новую ракету-носитель будут использовать при выведении модулей для российской орбитальной служебной станции, у которой предполагается больший угол наклонения орбиты, чтобы во время пролётов покрывать всю территорию нашей страны, в отличие от Международной космической станции. Вот это наклонение орбиты, оно требует гораздо более мощных ракет. Но «Союз-5» как раз сложится абсолютно вот в этом контексте. Поэтому мы видим, что она будет хорошо задействована. Но надо иметь в виду, что в Самаре помимо «Союз-5» потом появится ещё одна ракета. Это «Амур-СПГ» с возвращаемой и со спасаемой первой ступенью. И она будет в том же самом диаметре, что и «Союз-5». Таким образом, сформированное производство в РКЦ «Прогресс» под «Союз-5» в дальнейшем будет использовано и под ракету на сжиженном природном газе и возвращаемой ступенью. Первые лётные испытания «Союз-5» запланированы на конец 2023 года. Россия планирует создать свою национальную орбитальную станцию. Базовым модулем для неё станет научно-энергетический модуль, который изначально строился для МКС. Изделий такой размерности, кстати сказать, у нас в стране ещё не было. Мы надеемся, что этот модуль послушат родоначальникам новой платформы модульной, на базе которой будут построены дальнейшие модули РОС второго этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырёх модулей. Базового, аналогичного ему научно-энергетического, узлового и шлюзового. На втором этапе к ним должны добавиться целевой и производственные модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов. Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года. Одна из особенностей станции — научное оборудование будет размещено не внутри, а снаружи, а обслуживать его будут роботы под управлением космонавтов. Это определённые изменения. Эта станция будет уже периодически посещаемая, как в формате таких командировок космонавтов. Она не будет предполагать постоянного пребывания на ней экипажа с учётом повышенного наклонения, с учётом того, что в этом случае станция будет более доступна к внешнему космическому излучению, и где-то в три раза будет воздействие этого излучения превышать то воздействие, которое космонавты сейчас испытывают на Международной космической станции. Но вместе с тем это необходимый этап для подготовки к дальнейшим полётам в дальний космос. Новая станция будет летать на солнечно-синхронной орбите с наклонением 97 градусов к экватору, на которой её солнечные батареи будут всегда освещены, а запуски будет возможно проводить с трёх космодромов — Байконур, Восточный и Плесецк. Орбита российской станции позволит каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты — раз в двое суток. Обращённую к Земле часть станции планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону — аппаратуры для мониторинга космического пространства. Можно летать в плоскости экватора, можно летать под определённым углом. Вот если мы повышаем угол, смещая орбиту станции к приполярной области, то получается другой охват земной поверхности, которую может станция наблюдать. Интерес и понимание международной важности Северного морского пути, оно резко сейчас поднялось. Это наш стратегический национальный проект, но чтобы двигаться в этом коридоре, нужно твёрдо понимать климатические все условия и мониторить эти приполярные зоны. Возможности этой станции, они могут дублировать и страховать возможности орбитальной группировки космических аппаратов. Экипаж национальной космической станции от двух до четырёх человек. Объём гермоотсеков составит 667 кубометров. Кроме того, станция будет использоваться и как промежуточный пункт для полётов и освоения Луны. Пять лет назад, 28 апреля 2016 года, в пять часов одну минуту по московскому времени, состоялся первый в истории пуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту три научных спутника, в разработке и создании которых приняли участие студенты и преподаватели МГУ имени Ломоносова и Самарского государственного аэрокосмического университета. Через два часа после старта космические аппараты «Самсад-218» Михайло Ломоносов и «Аист-2Д» последовательно отделились от разгонного блока «Волга» и вышли на целевую орбиту. Это событие стало исторической вехой в истории страны. Новый, самый современный российский космодром начал работать. Новая система построения ориентации при затоплении грузового космического корабля «Прогресс-МС-14» будет испытана в ближайшие дни. Двигатели на торможение будут включены 29 апреля в три ночи по Москве и проработают четыре минуты. Согласно расчетам специалистов Центра управления полетами, «Прогресс-МС-14» войдет в плотные слои атмосферы спустя 30 минут. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана. Первый навигационный спутник нового поколения «Глонас-Ка-2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва Николай Тистоедов. Уже полностью завершены поставки бортовой аппаратуры. Спутник собран и проходит испытание. Интересное видео. Искривленный мир двойных черных дыр. Компьютерная анимация показывает, как лучи света от аккориционных дисков черных дыр, обращающихся вокруг центра масс, проходят сквозь искривленные их экстремальной гравитацией пространства. В ролике ученые показали черные дыры массой в 200 и 100 миллионов солнечных. Свечение атмосферы над Азорскими островами. Эта гигантская радуга появилась в преддверии большой бури. Фотография сделана с длинной выдержкой, которая позволила проявить волны воздушных масс в атмосфере нашей планеты. Снимок Мигеля Кларо. Ударная волна от сверхновой в туманности Карандаш. Скорость ее движения в космическом пространстве более 500 тысяч километров в час. Этот разлетающийся остаток звезды удален от нас на 800 цветовых лет. На широкоугольном изображении, полученном с узкополосными фильтрами, красным и синим цветами показано излучение ионизованных атомов водорода и кислорода. Яркий метеор из потока Лериде пролетает на фоне туманности NGC 7000 Северная Америка. Этот метеорный дождь проходил с 16 по 25 апреля. Его пик был в ночь с четверга на пятницу. Рядом с туманностью Северная Америка видна яркая звезда Денеб. Сверхгигант, который массивнее Солнца в 20 раз и имеет диаметр 300 миллионов километров, что сравнимо с орбитой Земли. Автор снимка – Зольт Левай. Присылайте нам ваши астрофотографии «Вопросы о космосе» на tvsobakatvroscosmos.ru. До встречи в космической среде! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...